15,8% доли рынка в сфере баскетбольной обуви, которая принадлежит Adidas. Вроде бы немного по сравнению с лидером рынка Nike, которому принадлежит 62,6%. Но даже такие показатели у Adidas были не всегда. Всего 5 лет назад эта цифра едва достигала 4%, и их опережали не только Nike, но и Jordan Brand. Так в чем же дело? Послужил ли этому эффективный маркетинг, или же лучше стал сам продукт? Наконец-то отросло нужное количество бороды, и я без всяких угрызений совести могу начать рассказывать вам про Adidas HardenWall 4. И они уже у меня в руках. Это опять ты? На тестах Adidas HardenWall 4. Вообще линейка Хардена вызвала ажиотаж вокруг Adidas, и стоит отметить, что все три модели показали великолепные результаты на тестах. Продолжит ли положительную тенденцию четвертая модель? Ну давайте разбираться. Комфорт. Что я могу сказать про комфорт? Это самые комфортные кроссовки, в которых я когда-либо играл. Даже лучше Next'ов. И я объясню почему. Набивочного материала много, и он идет по всей длине. Кроссовки полностью облегают ногу, так как в средней части стопы расположена широкая резинка, которая прижимает ногу к стельке, делая ее одним целым с кроссовком, еще до затягивания шнурков. В третьих Harden'ах, кстати, тоже была подобная резинка, только в носовой части, и она нихрена не прижимала. Но суть не только в том, как плотно облегают ногу мягкий материал, а в том, насколько раскованные движения ты можешь себе позволить. И тут подключается подошва. Здесь присутствует и доисторическая технология от Adidas Fit You VR, хотя они даже не позиционируют повторение анатомического строения стопы как технологию, а также инновационная пена Light Strike. Благодаря всему этому движения ноги максимально естественны и легки в любом направлении. Плюс Light Strike невероятно мягкий и ощущение, как будто идешь по луне. Кто-нибудь из вас ходил по луне? Вот и я тоже. Что касается вентиляции, четвертые Harden'ы проветриваются прекрасно. Жаротестер показал 33,6 градусов, и это один из лучших результатов. Вот почему. И естественно, все это с первых минут игры. Никакого времени привыкания к этим кроссовкам не нужно. Пенами Цоли Light Strike. Я уже тестировал ее в обзоре Next Level и поставил максимальную оценку за ее отзывчивость, мягкость и долговечность. Здесь она поделена на секции, что добавляет не только свободы движений, но и чувство корта. Это очень понравится разыгрывающим и крайним игрокам. Гашения нагрузки достаточно как в носовой, так и в пяточной части. Можете смело выпрыгивать и комфортно приземляться. И я вновь поставлю этой амортизацией 100. Обычно я так не делаю, так как планка завышается после первого раза, и кроссовки вновь должны удивить. Но здесь, ко всему прочему, добавлено чувство корта, и этот показатель входит в наш мануал по амортизации. Я поиграл в четвертых Harden'ах на очень пыльном покрытии, и убедился в том, что они цепляют корт даже в суровых условиях. Этому способствует рисунок протектора, напоминающий паутину с маленькой площадью соприкосновения с кортом. Материалов не пожалели. Они меняются в зависимости от расцветки, причем чуть ли не полностью. Например, между Barbershop и Glow Green различается плетение корпуса, в последнем Prime Knit, и укрепление в большом пальце. В моей расцветке, кстати, натуральная замша. В совокупности с Light Strike'а можно смело считать это премиальными материалами. Качество сборки прекрасное. Кроссовки прослужат больше одного сезона, и это приятно. Как я сказал в начале, кроссовки становятся одним целым с ногой. В пятке плотно зафиксированы, в середине стопы прижаты широким стрейчем и шнурками, которые еще можно засунуть в дополнительные петли, а в носовой части идеально облегают ногу. Широченная, мощная подошва с двумя выбирающими аут-триггерами обеспечивает устойчивость и даже в неприятных ситуациях до последнего не будет заваливаться на бок. Круто? Круто. Вот я все расхваливаю Adidas Harden World 4. И что вы спросите, идеальные кроссовки? Нет. Правильно. В кроссовках мне нравится дизайн. Что это за шлепки, блин? У меня еще раз цветка стрёмная, согласен. Но в любом случае в Кикс Контаст мы никак не учитываем дизайн. Так что как бы они мне не нравились, в них в любом случае приятно играть. Ну а с вами были Кикс Контаст, Леха Матрас Флай Уайт, Кошка Рики. Всем пиз. Кушайте супчик. Па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok